Медицина должна быть не только бесплатной, но и качественной и доступной. Соответствующие поправки внесены в Конституцию Российской Федерации, голосование по которым сейчас проходит по всей стране. Своё отношение к изменениям Верховного документа страны в части медицины высказал главный врач Химкинской областной больницы Владислав Мерзонов. Я горячо поддерживаю изменения Конституции, потому что они касаются всех сфер нашей жизни и государственности. И в статье 72, в части 1, прописаны изменения по здравоохранению. И вот эти дополнения, я считаю, они крайне необходимы. Во-первых, это гарантированное обеспечение медицинской помощи, доступной и квалифицированной вне зависимости от места проживания. Согласно этой поправке, качественная медицина должна быть оказана даже в самых отдаленных от крупных городов населенных пунктах. Ещё один не менее важный момент отмечает Владислав Мерзонов. Теперь Конституция обязывает власти создавать условия для ведения здорового образа жизни и формирования культуры ответственного отношения граждан к своему здоровью. Это возвращение к Советскому. То есть вот это ГТО, вспомните, сейчас что модно, да? Сейчас что рекламируют? Кто куда? Мы за Клинским. Это стало допустимо, когда произошло изменение Конституции в 90-м году. Это вообще немыслимо было просто в советское время. Это была культура. Ты спортсмен, ты ГТОшник, значит ты хорош. И государство сейчас делает на этом акцент. То, что это прописано, создание условий для ведения здорового образа жизни. Стадионы, спортивные площадки, спортивные мероприятия, спортивные секции, клубы по увлечениям. Не дискотеки, а клубы по увлечениям. Это правильно. Это необходимо. Голосование по поправкам в Конституцию проходит по стандартному сценарию, за исключением повышенных мер безопасности. Всем пришедшим на участки измеряют температуру. Голосующих обеспечивают средствами индивидуальной защиты, масками, перчатками и одноразовыми ручками. Стенды с информацией, какие именно изменения будут внесены в Конституцию в случае одобрения народом, расположены на всех участках для голосования. Оно продлится до 1 июля включительно. Избирательные участки работают каждый день с 8 до 20 часов. Продолжение следует...